Всем привет! Мы в городе Старый Крым и посещаем его достопримечательность христианский армянский монастырь Сурбхач. Сооружение впечатляет не только архитектурным величием, природным окружением, но и ощущением того, насколько это место богато историческими событиями. Монастырь был основан в середине 14 века, когда из Армении в Крым мигрировало местное население. Он пережил разные веки истории. Турецкое вторжение 1475 года не прервал духовной и культурно-просветительской деятельности. Неоднократные перестраивания в 17-18 веках, став одним из основных центров паломничества армянской церкви в Крыму и в Северном Причерноморье. Разорение донскими казаками в 1624 году с взятием в плен множеством христиан. Оставление монастыря духовенством и паствой после указа Екатерины II в 1778 году выселить из Крыма христианское, греческое и армянское население. Возрождение монастыря в конце 18 века. Вплоть до начала 20 века в нем ведутся восстановительные работы. Экспоприация большевиками в безбожное советское время, обустройство под пионерский лагерь и туберкулезный санаторий. Разрушение войну и дзавение после нее. Реставрационные работы с конца 1980 года. В 1994 году в храме были возобновлены богослужения, а в 2002 монастырь официально возвращен Армянской апостольской церкви. Перед нами хачкар, армянский крест. В переводе хач это крест и кар это камень. Каменный крест. Это важнейший элемент культуры Армении, которая, кстати, в 301 году стала первой христианской страной в мире. Таких стоял на ее территории несколько тысяч. Возводят их по разным причинам. Одна из которых это напоминание о Христе Спасителе. Крест. Что возникает в вашем воображении при произношении этого слова? Возможно, вот такой же хачкар. Или может быть красивое витражное стекло в храме. Или массивное золотое украшение. Или кладбище. Радостные или скорбные эмоции. Но вряд ли у вас возникает чувство брезгливости или отвращения. Но именно это ощущали люди, проходящие мимо распятого Иисуса Христа. Крестная казнь. В те времена была самым унизительным видом наказания. И проводилась она не где-то в цветущих садах или на вершинах горы, а за стенами города, где бурлила жизнь, где мучение умирающих было на всеобщем обозрении. Представьте самое оживленное место в вашем городе и сцен распятия в нем. Никаких лампад, запаха ладана, мерцания свечей. Только шум, жара и предсмертные муки. Иисус Христос, возлюбив нас, заплатил высокую цену ради нашего спасения. И орудие смерти стало символом жизни. Но не Ему нужно поклоняться, а Христу, умиравшему на нем и воскресшему. Он взял наказание за наши грехи на себя. И стоит лишь теперь обратиться к Богу в молитве о прощении грехов и Его силе изменить жизнь. Но есть еще один крест, без которого невозможно спасение. Тот, который по заповедям должен взять каждый верующий. Многие ошибочно думают, что крест – это тяжелая жизнь, пьющий родственник или болезнь. Но на самом деле крест – это готовность послушать Богу со всей самоотдачей, как сделал сам Иисус. За Ним всегда следовало множество народа, ведь Он кормил их и исцелял. Так и сегодня многие называют себя христианами, ходят в церковь, но с легкостью нарушают заповеди, когда им это выгодно. Это не ученики Иисуса Христа, не христиане. И придет момент, когда Он скажет «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Желаем вам Божьего спасения через силу этих двух крестов вашей жизни, покаявшись перед Богом и взяв крест в следовании за Христом. Понравилось видео? Оставляйте комментарии, ставьте лайки и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»